Всем привет! Не будем делать вам беременную голову. Сегодня три закуски на пляж. А все дело в том... Мы приехали в Одессу к Стасе и она имеет ко мне кое-что сказать. Так и да! Поехали! Приготовим креветки в кляре. Для этого берем стакан воды и добавляем лед. Отдельно в глубокой тарелке соединяем 8 столовых ложек пшеничной муки, 1 столовую ложку кукурузного крахмала и соль со специями. Теперь добавляем холодную воду и перемешиваем. Креветки будем жарить во фритюре, поэтому в сотейник наливаем растительное масло и ставим на огонь. Как только оно нагрелось, макаем креветки в кляр и быстро обжариваем горячим маслом. Выкладываем их на салфетки, чтобы стек лишний жир. В этом кляре получаются вкусными еще и овощи, например кабачки. А если добавить в кляр немного кукурузной муки, то он получится более плотным и более хрустящим. Вам понравится. Перекладываем аппетитные креветки в ланчбокс. И все, можно идти на море. Можно и по пляжи. Только покажем еще пару блюд, которые мы приготовили раньше, пока племяшка была на работе. Кстати, птичка, кроме работы наша лялечка активно ведет страницу в тиктоке. А кому интересно, ищите ссылку в описании. Итак, с чего же мы начали? С невероятных прессованных сэндвичей. Для них берем болгарский перец и делим на крупные куски. Далее кладем на гриль. Поджариваем. И снимаем кожицу. После этого переходим к ветчине. Теперь будет много сыра. Моцареллы курашим на крупные шайбы. А тонко нарезанный твердый сыр делим пополам. За сыром идут помидоры. И еще, коль мы на море, подключаем крабовые палочки. А сейчас небольшой спойлер. Ветчина полностью забивает нежный и мягкий вкус крабов. Поэтому в следующий раз их лучше не сочетать. Это сдается нам просто бесполезной тратой денег. Еще нам потребуется не абы какая, а сочная зелень. Она отлично, дополнить вкус нашего сэндвича. Спрашивается вопрос, что главное в бутерброде, кроме начинки? Конечно хлеб. Берем чиабатту, у нас ржаная, и разрезаем вдоль. Поджариваем. И смазываем сливочным маслом. Это не даст хлебу сильно размякнуть. Теперь займемся сборкой. На нижний шмат хлеба выкладываем бетчину, помидор, перец, крабовые палочки, твердый сыр, моцареллу, или фету, кто любит более соленый вкус. Поливаем бальзамическим уксусом. И сверху укладываем салатные листья. Нашу башню накрываем чиабаттой. И плотно заматываем в пищевую пленку. Сэндвичи мы будем держать под гнетом в течение 6 часов только в холодильнике. А сейчас послушайте сюда. Приготовим относительно недавнее японское кулинарное изобретение. Анигиразу. Это смесь классического анигири и обычного сэндвича. По секрету скажем, что именно он особенно впечатлил племянницу. Первонаперво приготовим рис. Промываем его раза три. Важно, чтобы вода в конце стала более прозрачной. Далее, сдается нам, нужно учитывать такое соотношение. 100% риса для суши и 120% воды. Ставим крупу на огонь. И когда она закипит, уменьшаем температуру и варим 15 минут. Выключаем, убираем. Накрываем полотенцем и крышкой. В пиале соединяем 5 столовых ложек сахара, пол чайной ложки соли и 75 миллилитров рисового уксуса. Теперь тщательно все перемешиваем. Рис доходил под полотенцем 15 минут. И теперь после этого смело вливаем в него кисло-сладкую смесь и перемешиваем. Вы не раз просили в комментариях приготовить блюдо с сыром тофу. Сейчас самое время. Отжав его от жидкости, нарезаем на небольшие кубики и далее макаем в кляр. Кстати, рецепт мы взяли тот, который ранее рекомендовала племянница. Только добавили в смесь еще одну столовую ложку кукурузной муки. Обжариваем сыр по 2-3 минуты со всех сторон до золотистой корочки. Выкладываем сыр на салфетки. И подготавливаем другие ингредиенты. Огурец, помидор, авокадо. И листья салата. Наконец-то приступаем к сборке суши-сэндвича. И уверенно строим плотную гастрономическую башню. На первый этаж пойдет рис. На второй любая зелень. Далее помидоры. За ними авокадо. Пятым ярусом будет тофу. Да шо ты то лишь тофу вместо колбасы? Оно тут не стояло. А шо, следующий сделаем с колбасой. А вы знаете, шо в Одессе так уже никто не говорит. Это дань одесскому юмору. Ой, мне все равно лишь беда. Привнесем этот колорит в наш ролик. А может снять ролик про одесские блюда? Тогда пишите в комментариях слово Одесса. А пока сдабриваем тофу сладким соусом чили. Затем идут кольца огурцов. Салат чука из морских водорослей. И завершаем слоем риса. Подгибаем нори. Сверху еще лист сухих водорослей. И плотно обматываем красоту пленкой. По просьбе Андрея сделаем анигеразу с колбасой. А еще в Одессе на рынке мы нашли гибжалию. Это потрясающее сырное блюдо мы уже готовили. Этот рецепт вы сможете посмотреть позже, перейдя по ссылке в описании. Итак, полностью повторяем последовательность ингредиентов. Только вместо авокадо и тофу кладем колбасу и гибжалию. Далее огурцы. Салат Рис Нори И все плотно заматываем. Ну а теперь пришла пора красиво нарезать прессованный сэндвич. Ну шо мы вам имеем тут сказать? Это же лялечка. Пакуем прессованные сэндвичи в боксы. А теперь посмотрим на японский анигеразу. Сдается нам прощаемая давно поправившаяся идеальная фигура. Мы уплетем это все на море за 2 секунды. Побыстрее, побыстрее собираем все в термосумку. Берем сладкий соус чили. А еще в такую жару обязательно нужны аккумуляторы для холода. Ну а теперь можно необыкаке попляжиться. Музыка. 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 Что больше нравится? Анигеразу. Они очень похожи на сушку. Будут делать их на работу. Особенно классные с сыром и колбасой. Сдается нам, что шум прибоя и вкусная еда это лучшее времяпровождение. А на сегодня все. Нет, не все. Про лайки забыли. Так и да. Если понравилось видео, ставьте лайки. 30 тысяч и мы снимаем новый ролик со Стасей. А теперь все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok